Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск «Квадратного метра» программы «Не только о строительстве». До конца 2016-го остается всего несколько месяцев. Напомним, что в этом году главой Якутии Егором Борисовым была поставлена амбициозная задача – построить в регионе 600 тысяч квадратных метров жилья. При этом не только за счет многоквартирных домов, но и ИЖС. Подробнее об этом нам рассказала министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова. Вера Алексеевна, в этом году глава Якутии поставил достаточно амбициозную задачу – нужно ввести 600 тысяч квадратных метров жилья. Как будем добиваться этих показателей? Планируем вводить жилые дома по программам. У нас в республике действуют сегодня две программы. Это строительство качественного жилья и программа по добрым делам. И программа, которая проходит через место Министерства образования – это жилые дома для детей-сирот. В основном вот эти программы нам позволяют решить задачу, которая поставлена перед строительным комплексом. В Якутии всегда остро стояла проблема ветхого жилья. И сейчас на территории Якутии действует программа по переселению из аварийного жилфонда. Нужно переселить до сентября 2017-го граждан, живших в домах, которые были признаны аварийными, до 2012-го года. А что будет после 2017-го? Сегодня Министерство строительства ведет реестр аварийных жилых домов, признанный после 1 января 2012-го года, в установленном порядке. И согласно этого реестра, сегодня уже 655 тысяч квадратных метров жилья находятся в таком признанном аварийном состоянии. Я думаю, что программа с 2018-го года будет продолжена, и будем в этом тоже участвовать, республика. Все понимают, что в стране сложная экономическая ситуация, денег порой в федеральном бюджете не бывает, хотя выполнять программы нужно. В жилищном строительстве как привлекают внебюджетные источники? Небюджетным источником это, конечно, в первую очередь являются граждане сами, которые строят свои квартиры по договорам долевого участия. Граждане берут кредиты. Сегодня существуют кредиты с господдержкой, это дают банки. Поэтому, конечно, необходимо отметить, что в 2016-м году снизился участие и активность граждан при заключении договора долевого участия. Ну и в завершении нашей беседы, какие перспективы у Якутии в плане жилищного строительства? На самом деле для республики удовлетворенности нет еще граждан по жилищному строительству. В основном потребности испытывают молодые специалисты, это люди с низким достатком доходов, это многодетные семьи. Поэтому для этой категории граждан мы, конечно, будем рассматривать, в том числе и развивать индивидуальное жилищное строительство. Поэтому на 2016-й год, если у нас сегодня стоит 600 тысяч квадратных метров, то до 2020 года мы все-таки должны довести чуть ли не до миллиона. Ну и продолжая тему переселения из аварийного жилья, с 2012 года, то есть с начала реализации программы, более 14 тысяч якутян получили ключи от новых квартир. Удалось ликвидировать свыше 200 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Но, к сожалению, иногда застройщики срывают сроки строительства. Кого наказывают в таком случае, нам рассказал руководитель отдела по реализации программы переселения из аварийного жилья Минстроя Якутии Михаил Костенко. Михаил Анатольевич, процедура переселения из аварийного жилья в принципе понятна многим. Непонятным остается вопрос признания дома аварийным. Как это происходит? Дом признается аварийным на основании решения Межведомственной комиссии муниципального образования. Собственник жилья должен обратиться в эту комиссию. Комиссия принимает решения на основании обследования и на основании заключения независимой экспертизы. Независимую экспертизу оплачивает собственник. Если там есть квартиры муниципалитета, то муниципальное образование. Если это полностью частные квартиры, то это собственники квартиры. Конечно, не во всех муниципальных образованиях, особенно маленьких, есть независимые эксперты, которые имеют лицензию на то, чтобы обследовать это здание. Поэтому, как правило, приглашаются из Якутска. Дом признали аварийным. В итоге его расселили, затем снесли. Но остается земельный участок. Кому достается земля? Как правило, в доме имеются муниципальные квартиры. Земля, под которыми, соответственно, в долевой собственности находится у муниципалитета. Если же в доме находятся приватизированные квартиры, где есть частные собственники, то перед тем, как сносить дом, им предоставляются квартиры в других помещениях. Заключаются договора мены. Соответственно, если меняется квартира, то земельный участок с него обремене не снимается. И, как правило, перед сносом дома этот участок полностью относится к муниципальному образованию. Муниципальное образование сносит дом за свой счет. Соответственно, этот участок отходит муниципальному образованию. Одной из проблем при реализации программы переселения из аварийного жилфонда стали квадратные метры. Жилье ведь дается квадрат в квадрат, а при этом новые дома сейчас строятся в совсем другой площади, чем 30 лет назад. Как решается этот момент? Когда эта программа начиналась, мы столкнулись с такой проблемой, что застройщики не были готовы к расселению таких мелких квартир, потому что проекты шли уже современные, более улучшенного варианта. Дело в том, что рынка жилья как такового, допустим, он существует в Якутске, в Нейренгре, в Мирном, в крупных населенных пунктах, а в мелких муниципальных образованиях строительство жилья не шло много лет, потому что рынка жилья нет. Но на протяжении 4-й год идет программа, на 2-м, 3-м или 4-м этапе многие застройщики разрабатывают свои проекты, уже предварительно получив данные, какие квартиры будут расселяться. Сейчас эта проблема, можно сказать, на текущем этапе снимается. В завершении нашей беседы хочется поднять тему качества строительства. В последнее время к некоторым застройщикам появляются претензии на этот счет. Как Минстрой Якутии отслеживает подобные ситуации и что предпринимает? Минстрой при реализации данной программы, он заключает соглашение с муниципальными образованиями, которые и выступают заказчиками. Поэтому Минстрой влияет на заказчиков на муниципальные образования, у которых заключены договора с застройщиками. Через гарантийные обязательства, через другие механизмы, которые существуют. При этом в целях улучшения качества строительства внесены изменения в градостроительный кодекс. С этого года все проекты должны проходить государственную экспертизу, что будет влиять на качество проектной документации и на качество строительства. И с другой стороны, по введенным объектам в Минстрой создана комиссия по качеству, которая рассматривает обращения жильцов. В случае, если эти обращения имеют какой-то критический характер, то происходят выезды и принимаются меры как административного, так и правового регулирования в отношении застройщиков и муниципальных образований. В конце спецвыпуска мы не могли не затронуть возведение социальных объектов на территории Якутии, в том числе спортивных комплексов, детских садов и школ. В 2003 году была создана служба государственного заказчика. Она занимается проектированием, строительством, финансовым планированием и, конечно же, контролем качества построенных зданий. Кстати, за 13 лет их уже 637. О некоторых проектах, которые курирует служба, мы поговорили с руководителем Дмитрием Поисеевым. Дмитрий Николаевич, первый вопрос касается вообще работы службы государственного заказчика, потому что не все понимают, каков вообще статус, что вообще означает заказчик строительства. Вообще в строительстве есть, скажем так, 4 основных игрока – заказчик, застройщик, инвестор и генеральный подрядчик. Мы вот служба госзаказчика в данном случае являемся заказчиками по республиканскому бюджету, то есть инвестиционной программе нашей республики. Другой немаловажный вопрос – это качество строительства объектов. Как служба госзаказчика отрабатывает эти моменты? Мы находим заранее аномальные зоны, у нас, как известно, вечная мерзлота, есть оттепленные грунты, есть вечная мерзлота. Потом, после выявления этих моментов, у нас начинается подготовка проектной смертной документации. На основании вот этих разысканий у нас проектные институты начинают проектировать. И мы вот по ходу проектирования, после того, как они закончили нам проектную смертную документацию и дают готовый продукт нам, мы у себя в службе госзаказчика предусмотрели группу по входному контролю проектной смертной документации. То есть, когда мы смотрим проект и заранее выявляем те замечания для того, чтобы эти замечания отработать на начальном этапе и уже отработанную передать проектную смертную документацию в государственную экспертизу. А если на объекте все-таки есть определенные недоделки или, допустим, вообще отстает подрядчик по срокам строительства, тогда служба госзаказчика что предпринимает? Что вы делаете тогда в этом случае? Если у нас есть замечания и по срокам строительства, и по качеству, то мы, естественно, согласно государственному контракту, введем претензионную работу. Если генподрядчик не начинает реагировать на это или в те сроки, которые мы поставили в претензии, он не отрабатывает, мы, естественно, начинаем исковую работу, то есть обращаемся в суд. Но есть моменты, когда объект должны нормально эксплуатировать. Ну, будь то школа или больница. У них в штатном должен быть сантехник, человек, который понимает и вентиляции, и дворовые территории благоустройства убирать и так далее. Вовремя снег расчищать, лед, грубо говоря, долбить и так далее. Ну и смотреть за хозяйством. Вот такие моменты у нас возникают. И мы вот последние годы стараемся при вводе объекта вручать инструкции по эксплуатации этого здания. Мы закончим беседу в позитивном ключе. Над какими объектами служба госзаказчика работает сейчас? У нас на подходе учебно-лабораторный корпус Северо-Восточного федерального университета в городе Мирном. И мы сейчас ведем как раз как заказчики проектирование онкологического центра. У нас АОГИ «Про здрав» города Москвы запроектировал проектно-смертную документацию. Мы, естественно, как я вот заранее говорил, эту проектно-смертную документацию пропустили через себя, то есть через входной контроль, где мы им дали свои замечания и так далее. И они вот эти замечания сейчас отработали. И сейчас на сегодняшний день проектно-смертная документация находится в городе Москве на экспертите. Вы смотрели специальный выпуск программы «Квадратный метр». До свидания.